здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор тему для разбора подсказали мне опять вы мои дорогие подписчики и тема довольно интересная острая но очень больная для меня лично как для человека верующего но тем не менее я считаю своим долгом это освещать потому что ну это реалии нашего времени и самое главное что здесь мы с вами разберем очень интересные манипуляции которые я хотела бы вам показать инфоповод у нас такой протеерея алексея уминского лишили сана за отказ читать молитву со словами о победе россии на так называемой с в и по поводу этого отречения высказались его бывшие коллеги а именно в данном случае мы будем разбирать некоего протеерея а ильишенко как он подписано в названии видео и давайте уже непосредственно займемся делом и ну начнем разбирать это самое интервью которое дал некий протеерей а ильишенко значит и первый фрагмент я включаю врата церкви врата храмов вот некоторые эти врата которые собственно называются царскими потому что в них царь царствующих или царь земной входил ну сейчас вот мы верующие христиане но перед этими либеральными идеями мне кажется открывать церковные врата глубокая ошибка почему но вот например вот не первый раз приходит слышать что мол нужно ходить в храмы где молятся не по победе а о мире смотрите поджимает подбородок прячет большой палец и ладонью как бы убегает кстати вот этот жест когда человек прячет большой палец вообще большой палец олицетворяет наше эго и люди которые склонны спрятать какую-то информацию по поводу своего эго да ну вот допустим когда человек торгуется и старается как-то себя показать с такой стороны чтобы ему дали большую скидку или когда он прячет какую-то информацию о себе для того чтобы ну как-то выиграть в споре вот в этом случае человек часто прячет вот этот палец вообще большой палец часто прячут именно продавцы которые умело ведут вот именно торговлю потому что в торговле нужно грамотно прибедняться и этот жест очень показателен был у владимира ленина помните когда он при прятал большой палец за лацканы одежда вернее за вот одежду и на виду бы была только кисть без большого пальца почему он это делал это такая уловка манипулятора но и человека умеющего хорошо коммуницировать не показывать свое эго не показывать для того чтобы но как-то не что называется не раскрывать свои карты вот этот жест очень интересный и здесь он очень показателен в плане того что вообще вот в данном случае этот а как как его значит а ильишенко он конечно же часто это показывает дальше но вот в данном случае он этот палец припрятывает почему пытается припрятать почему он это делает ну а знаете здесь как раз тема очень интересная по поводу врат как врата о которых он говорит и он говорит о том что в эти врата входят только царствующие особы и только самые избранные да но знаете то что это сильно напоминает при знаете вот избранность помните была такая арийская раса которая тоже считалась избранной да ну очень сильно напоминает это фашизм но я здесь даже не буду это озвучить ну я я уже сказала но не буду эту тему развивать я просто хочу сказать вот кто имеет право войти в эти врата я понимаю я так понимаю что верующие люди так паства имеет право но и еще он это сказал со смыслом что именно царь царствующих да вот это царь руководитель и он дальше будет рассказывать про вот про руководителя церкви то есть это у нас этот патриарх он будет тему патриарха поднимать я так понимаю что но в первую очередь туда должен войти патриарх да но знаете здесь я хотела бы напомнить слова из библии вот конкретно я даже записала себе сейчас зачитаю а иисус же сказал ученикам своим истинно говорю вам что трудно богатому войти в царство небесное и еще говорю вам удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши нежели богатому войти в царствие божие и здесь вот конечно же ну что что можно сказать вот тогда ну на наш вот руководитель церкви он наверное как-то ну почему наши этот протеерей а ильяшенко не не учитывает этого обстоятельства или он плохо читал библию или что я не пойму почему он говорит что вот кто-то будет входить в эти врата кто-то не будет входить и кто это назначает он ли или кто-то еще то есть от отрек от сана в данном случае этот человек да и он владелец вот этого всего да и это еще да я думаю что не все чем он владеет это один из богатейших людей россии да и очень странно конечно же что ну как бы вот я здесь поспорю не невзирая на то что я конечно не наделена этим саном и не наделена такой властью и вообще я простой человек который действительно в душе очень верующий но к сожалению разочарованный в церкви ну в данном случае в папах да и вот вообще разочаровалась я очень сильно сначала с в о и ну ладно не буду я сейчас свои какие-то эмоции вы выдавать но как бы вот здесь вот у меня возникает резонный вопрос как я считаю но как считаете вы тоже напишите в комментариях может быть я в чем-то ошибаюсь может быть это другое ну вот объясните мне пожалуйста как вот сейчас священник сидит рассуждает по поводу врат в которые войдут только избранные вот такие избранные войдут или все-таки какие-то другие вот объясните мне пожалуйста теперь следующий фрагмент но здесь конечно давать давайте дальше идти наш великий поэт тютчев как-то сказал нам не дано предугадать как наше слово отзовется и вот здесь вот мы с вами видим одну прекрасную манипуляцию которой умеют пользоваться как раз священнослужители благодаря их прекрасному богословскому образованию где они действительно знают какие слова кто запоминают явно очень хорошо то есть люди прекрасно начитанные прекрасно образованные они всегда в случае какой-то какой-то темы до которую нужно сказать да они находят кому отослать то есть какие-то слова обязательно были когда-то сказаны и очень удобная манипуляция отослать к какому-то авторитету да в данном случае он отсылает к тютчеву и в общем то да действительно эти слова были сказаны и в общем то это можно применить абсолютно ко всему но то что он отсылает сейчас к ну к авторитетному человеку это ну во первых говорит о том что перед нами человек очень хорошо образованный во вторых ну как то вот наделяет его слова опять-таки авторитетом того человека к которому он отсылает и вообще вот эти вот вот эта манипуляция она и призвана свои слова об оборачивать каким-то знаете авторитетным скажем флером до авторитетным каким-то ну вот значением благодаря тому что ну вот мы подкрепляем свои слова высказыванием великого человека вот это очень удобный прием и вообще в принципе этим хорошо можно пользоваться достаточно просто выучить несколько цитат да и при случае их использовать это очень хороший прием я вам очень рекомендую но если против вас в споре например используют этот прием то сразу думайте зачем это делать для того чтобы придать больший вес своим словам и так но я бы его продолжил если ты не знаешь как она отзовет что лучше молчи вот святейший патриарх не не он один но он ну вот они пошли большие пальцы уже когда в общем-то прятать нечего да ну в первом случае но там начало скажем он еще не разгулялся что называется видимо пока он прятал эти большие пальцы а сейчас он ими очень хорошо оперирует потому что его его это авторитет тех людей о которых он говорит да то есть он как бы под прикрытием тех людей которых он сейчас упоминает да сначала тучи сейчас он начнет про патриарха рассказывать да тот кто имеет право говорить от лица всей русской православной церкви видите впервые посмотрел в камеру уверенно поднял челюсть то есть в этом случае он уже уверен он уже под защитой да вот он представитель силы и сдал указания о том чтобы мы молились читали молитв в которой естественно стоят прошение господу богу о победе кто мы такие вот рядовые священия кто вправе отменять это указание кто вправе ему противоречить тем более что есть совершенно ну как бы мне кажется прозрачные соображение как видите наклоняет голову не знаю да поджимает подбородок и как бы мне кажется использует качает головой нет ну конечно очень сильно сомневается при этом но тем не менее говорит тем не менее высказывает позицию которая подтверждает правильность того что надо слушаться патриарха подтверждают правомощность слова святейшего ну вот прежде всего давайте задумываемся над словом патриарх что он означает патрия это отец архи власть власть отца значит мы возражаем против власти отца дарованного нам небесным отцу видите как акцентирует внимание поднимает большой палец но говорит на самом деле о патриархе он не говорит о боге да а он говоря о патриархе он поднимает большой палец то есть добавляет значимости добавляет авторитет бога накладывая его на патриарха но здесь конечно же я не смогла пройти мимо 10 заповедей которые в общем-то должен знать в данном случае этот а илья шенка ну так как он человек образованный как минимум и прекрасно цитирует и дальше будет нам цитировать великие слова какие-то да из литературы и так далее и в общем то я думаю что 10 заповедей то он точно знает и наверняка он их хорошо выучил и как же насчет 2 заповеди в данном случае я уже молчу про шестую заповедь которую в общем то все священники сейчас очень сильно нарушают да но ладно это уже оставим на их совести и они за это уже ответят но вот в данном случае не сотвори себе кумира я не поняла вообще кому он служит он служит патриарху или он служит богу вот вот это вот конечно же очень сильно режет слух потому что сейчас он начинает рассуждать о том что патриарх самый главный а разве он не наместник бога и вообще не представитель бога который вот просто посредник между паствой и богом насколько я понимаю и не он принимает решение а принимает решение бог и это должно быть угодно богу они и вообще священник он должен руководствоваться именно соображениями которые им ну вот из выходят из десяти заповедей которые бог ему дал и здесь получается что если даже наместник бога ошибается то ну любой прихожанин и любой священник должен ну как бы в первую очередь служить богу они патриарху тут какие-то странные вообще ну передергивания и здесь вот я обращаюсь к тем кто может быть более сведущ в религиозных вопросах объясните мне пожалуйста что здесь не так я тоже человек верующий и я в первую очередь как раз вот именно десятью заповедями руководствуясь они решением патриарха что что я не права или все-таки что-то здесь не так вот здесь вот конечно же мы видим что перед нами священник который сотворил себе кумира и чтит и его больше чем на самом деле отца небесного так что здесь конечно же все очень плохо идем дальше но дальше просто конечно ну мне мне пришлось даже перечитать это произведение когда я готовилась к этому эфиру так вот кого вы хотите и вот хорошо давайте встанем на вашу точку зрения и будем видите давайте встанем на вашу точку зрения но вы здесь не видите руки закрыты в замок и это говорит о том что даже если ну оппонент как бы встает на вашу точку зрения на самом деле он не встает на нее он закрыт он просто подыгрывает вам чтобы вас немножечко ну запутать до чтобы вы немножко более лояльно к нему относились и руки в замке держит но начинает как бы мнимо входить на сторону оппонента до думать о том что мы будем заключать мир отлично опять-таки не читали что ли тараса бульбу помните когда казаки во главе он сейчас нам демонстрирует самый главный ну один из главных аргументов поднимает челюсть опять то есть в этом случае он очень уверен с кашевым согласились на мирные переговоры с гетьманом тарас бульбу сказал продадут психи ухи не читали и не продали и не продавали с кем вы собираетесь мир заключать этих условиях вот о чем вы говорите совершенно не подумавши но и здесь конечно же браво начитанности нашего дорогого а ильишенко но а знаете здесь конечно же я взяла и переслушала аудиокнигу тарас бульба для того чтобы понять о чем там идет речь и а давайте вот я немножко небольшой о экскурс в эту книгу произведу просто я давно ее читала мы по литературе конечно же это проходили но я не помню таких подробностей да но вообще изначально кто такой казак слово казак тюрк тюрк тюркского происхождения означает вольный кочевник свободный человек бродяга а это вот тарас бульба это казак да он и значит она изначально применялась человеку в одиночку или с семьей отделившемуся от своего государства рода и вынужденного самостоятельно искать средств содержания в степи вести жизнь искателя приключений ну то есть по сути это но такие немножечко бандитские формирования переводя на наш язык до которые селились на окраине россии да и вот поэтому украина и стала называться украиной потому что там как раз и селились эти самые казаки ну это такие люди очень свободолюбивые да и в книге описан вот этот самый казак у у которого выросло два сына и эти сыновья приехали из бурсы они отучились и ему срочно надо было своим товарищам показать показать какие они классные ну то есть они там красавцы все драться умеют и и ему очень хотелось показать хотелось ну грубо выпендриться перед своими вот этими самыми казаками поэтому он повез этих двух сыновей в сечь казацкую где ну по сути он показал себя как тщеславный интриган который вот руководствуясь тем что ему надо было показать какие у него классные сыновья сначала он пришел к кашевому и говорит давай на кого-нибудь нападем а кашевой говорит да мы со всеми помирились нам не на кого нападать и тогда он ну ладно хорошо вышел и замутил интригу для того чтобы переизбрали кашевого и поставили вот его ставленника тарас и боль бы ставленника и этот ставленник тоже оказался более хитрым ну так как его выдвинул этот тарас бульба и он ему должен и он замутил там тоже интригу для того чтобы казаки просто разбушевались там кстати вот эти технологии были использованы те же самые как и в россии помните там какие-то птицы были зараженные прочее прочее вот примерно то же самое было произведено в этой сечи конечно казаки разбушевались и пошли все громить да и по дороге там рассказываю рассказывается о бесчинствах а разных и вот один город они взяли в осаду а и там в городе вообще конечно люди уже умирали от голода и так получилось что младший сын он в этом городе была девушка в которую он влюблен был и ну там ладно не буду все пересказывать просто в итоге после всех этих интриг тарас бульба лишился своих сыновей и сам сгинул в конце тому же книги ну то есть вообще история бандита которому просто вот что называется он сам себе вырыл могилу да и ну да действительно это красиво описано google прекрасный писатель это романтично но в принципе многих бандитов в классике красиво описывают но это не значит что нужно всем цитировать их слова да и уподобляться до делать то что делали бандиты это было в средние века это было ну вообще тогда время было совершенно другое и сейчас ставить в пример то тараса бульбу ну по сути это вот тщеславный интриган который так домудрился до что потерял все и и сейчас вот из него лепить героя и ставить его что называется в пример такая идеализация романтизация бандита это странный слой вообще выбор для служителя церкви да ну как-то очень 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 странный выбор вообще я я просто в шоке было от того что он его приводит в пример но как-то надо было поработать с примерами потому что но любой из вас может прочитать это произведение и увидеть то что я увидела но тут нашлись какие-то слова что кого-то там продали да действительно там были были интриги и не только с его стороны но там интриги были вынуждены а здесь получается что этот тарас бульба по сути пока вы я в носу решил что надо срочно напасть на кого-то и он это осуществил но и в итоге все потерял вот и все вот вот и сюжет этой этого произведения вообще конечно удивительно надо но в данном случае аргумент конечно так себе а дальше следующее но следующая манипуляция а какую власть мы хотим ну давайте посмотрим вот вокруг этом барак обама или там клинтон или байден этого мы хотим такую власть мы хотим либеральную вот просто какое-то вот мне кажется затмение недоразумение вот наш земной отец отцом небесным нам дарованный мы хотим кого-то другого вот тут покажите хоть рядом кто-нибудь есть хоть чуть-чуть соответствующий вот тому высочайшему призванию на котором вот возводится патриарх вот все эти вот современные политические деятели да но конечно же манипуляция называется доведение до абсурда и здесь упражняться можно сколько угодно я не понимаю сейчас он говорит про патриарха вот это ну то есть вот про этого или про другого который сейчас руководит страной и который не менее богат а даже более богат и в общем то ну знаете байдена можно обвинить сейчас и в том что все же кх разрушается что в общем то наверняка в глубинке делают но на самом деле люди думающие прекрасно понимают по какой причине все это происходит поэтому доведение до абсурда конечно же прекрасный инструмент но если вам начинают вот это все рассказывать да не ведитесь на это на эти манипуляции потому что если вы чувствуете что вот ситуацию доводят до абсурда возвращайте ее в нужное русло и выясняйте вообще ну как то вот эти вот дурацкие манипуляции это это глупо а дальше ну давайте смотреть каждый из нас должен со вниманием вот с полным вниманием и пониманием тяжести и трудности ситуации отнестись к этим словам патриарха как по велению совершенно справедливому повелению оправданному оправданному ситуации оправданными историей оправданному той же на видите как вот прям раскрывает и вот этот жест интересный жест поиска вот вот когда вот вот так вот раскрывают Человек как бы ищет истину, как бы вот он нам сейчас демонстрирует. Толкостью, которую та страна проявляет по отношению и к мирному населению, и к своему мирному населению, и к нашему мирному населению. Ну, в общем, Остапа понесло, и сейчас он просто набрасывает какие-то факты, которые нафантазировало российское телевидение. И сейчас он нам продолжает эти фантазии еще оборачивать своими фантазиями и так далее. На самом деле, какое дело ему вообще до того, что творилось в соседней стране. Если в нашей стране вообще непонятно, что происходит, ну, тут, конечно же, не что иное, как оценочное осуждение. Но, знаете, когда человек в рясе сидит, он как бы уважаем своими прихожанами. И вот в этой маске, в этой лечении можно, в принципе, под этой маской уважаемого священника, можно вообще нести что угодно. И слишком большой шанс того, что ему поверят, да. Но здесь, конечно же, образ очень сильно играет за него, да, и он на это рассчитывает. Поэтому несет всякую пургу, которую он сам себе сочинил или услышал по телевизору, или ему спустил его патриарх. Что надо говорить? Ну, как бы здесь вообще логики ноль, но это говорится с благостным видом, с усилением эмоций и так далее. Той жестокостью, которая обрушивается на имеющих несчастье оказаться в плену. Замечательно вообще. Люди пришли с оружием в руках, да, на чужую территорию для того, чтобы убивать, и они имели несчастье попасть в плен. Они имели счастье попасть в плен. Хотя бы останутся в живых больше шансов в этом. И вообще, что они делают на чужой территории? Он этого вообще, скажем, не обговаривает, да, это как бы священный долг, это он сказал, он в рясе сидит, типа, лицо умное, значит, что-то умное скажет. Не верьте. С умным лицом как раз самые большие глупости и произносятся. Да, дальше, следующий фрагмент. Так вот, это действительно растленное влияние Запада, что мы не видим сейчас. Вот эти вот вечеринки, которые, непотребные вечеринки, которые устраивают. Вот можно только удивляться, ну, нашему какому-то терпению. И на самом деле в чем-то беспринципности. А что раньше-то смотрели? Что раньше молчали? Зато есть реакция, хотя бы сейчас уже хорошо. Сейчас реакция есть, но вот почему-то она очень запоздала. Какое счастье изобразила дамочка, которая берет интервью. Боже мой, аж заулыбалась, такая скромная сидела, а сейчас прям зарадовалась. Действительно, какое счастье, что эту вечеринку накрыли, да. Какое счастье. Да, в чужом глазу соринку видать, а в чужом, вернее, в своем бревна не замечаем, да. Ну, ладно. А тут еще очень интересный момент, который хотелось бы вам показать, потому что, ну, прям вопиющий. Можно, вот, опять-таки, так сказать, встать на точку зрения, которую сказал отец Алексей, и сказать, что надо ходить только в те храмы, в которых молятся за мир. Скажите, пожалуйста, а преподобный Сергий, когда шла Куликовская битва, он за мир боролся? Или молился? Или за победу? Смотрите, как он радостно это говорит, да, действительно, для него это мощный аргумент. Он поднял челюсть, поднял брови. Обратите внимание, да. То есть, он считает это сильным аргументом. А если он молился за победу, что же нам теперь в Троицергию на выходить не надо, что ли? Так, что ли, получается? Если доводить вот... Опять доводит до абсурда, это излюбленный прием манипуляторов, поэтому вот эти вот доведения до абсурда сразу отщелкивайте. И, кстати, у меня под видео есть ссылочка на курс манипуляций. Если интересно, пожалуйста, там всего 990 рублей, но это ни в коем случае не продажи, просто вот по манипуляциям, прям вот идет по тем манипуляциям, которые в этом курсе у меня обозначены. До такого логического конца, а, можно сказать, до маразма. Да, но давайте все-таки... Я тоже поинтересовалась. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского перед битвой на Куликовом поле. Но где же находилось это Куликово поле для того, чтобы мы с вами не уходили далеко вперед? А Куликово поле находилось около города Новомосковска. Это 210 километров от Москвы, от Воронежа 320 километров. И, в общем-то, это глубь России. Это российская территория. И здесь понятно, почему Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского. Ну, здесь это действительно правильно сделал. Я прям, ну, я не берусь судить, да, ни в коем случае это... Ну, здесь это обоснованно, понимаете. Люди отстаивали свою территорию. Когда мы в Великую Отечественную отстаивали свою территорию, это мы, ну, геройски отстояли, да. Ну, то есть, когда человек отстаивает свою территорию, он герой. А когда он приходит на чужую территорию, он захватчик. И это, знаете, ну, тут уже ничего не придумаешь. Ну, а в данном случае попы, они как раз и благословляют людей на то, чтобы они шли на чужую территорию и там отстаивали свои интересы. А что вы там делаете вообще? Ну, то есть, изначальный вопрос, что там делать на чужой территории? У них своих хозяев достаточно. Зачем? Зачем свои правила нести в чужой монастырь? Ну, как бы это умалчивается, да, и находятся какие-то примеры исторические, литературные и так далее. Но все они не, ну, скажем, не выдерживают никакой критики, к сожалению. Вот все эти примеры, они хороши только до тех пор, пока не углубляешься в вопрос, да. Он упомянул, вот опять-таки, авторитетное имя Сергия Радонежского, да. И я, как человек верующий, я действительно очень уважаю этого святого. И как многих других, и я, вообще, у меня был период в жизни, когда я ездила к мощам святых, к иконам, и там потрясающая энергетика. Это просто, вот знаете, ну, это для моей души это был глоток свежего воздуха. И вообще вот все, я раньше очень верила попам, да, и для меня это были авторитеты. Но когда началось это СВО, конечно, мощнейшее разочарование вообще в попах. Но я все равно остаюсь человеком верующим. И хоть это сейчас и сложно осуществлять. Да, значит, следующий фрагмент, давайте посмотрим. Что ж мы, значит, должны перечеркнуть своих великих святых, которые жизнь отдавали за нас с вами? Ну, видите, вообще манипуляции, основа всех манипуляций держится на трех столбах, да. С толпах, можно так сказать, да, на трех фундаментах. Это чувство страха, чувство жалости и чувство вины. И в данном случае, приведя вот этот пример, вообще, если не копаться, то да, действительно, в людях совестливых это вызовет действительно чувство вины. Да, как же мы, наши деды, отстояли наше мирное детство, да, вот это вот все, да, много разных манипуляций, которые сейчас используются. И, ну, сложно устоять без чувства вины. Но здесь, конечно же, надо разбираться, надо разбираться. Когда вам пытаются внушить вину, то, знаете, вами хотят воспользоваться и ничего другого. Поэтому отслеживайте, если у вас появился страх, если у вас появилась жалость, если у вас появилась вина, то это значит, вами манипулируют. Вот это самое главное, чтобы не стать жертвой манипулятора, всегда отслеживайте свои состояния. И вот эти три состояния, это как раз вот красные флажочки, которые и будут сигнализировать вам о том, что вами манипулируют. И вот в этом случае надо остановиться и разобраться, что не так. Да, надеюсь, что это видео было вам полезным. Надеюсь, что я не зашла слишком, ну, что называется, за рамки. Не хотелось бы, конечно, мне очень тяжело давать оценку священнослужителям, потому что, конечно же, я человек верующий. И мне очень больно, очень больно видеть, как они все переобулись и как они, ну, вот, по-настоящему стали бесами в поповских рясах. И мне это очень больно, честно скажу. И не знаю, как ваши, ваши эмоции, да, по этому поводу. Напишите мне в комментариях, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Я очень долго старалась этих тем не затрагивать, потому что это слишком личные темы. Можно какие-то светские вот эти вещи осуждать и обсуждать. Но когда это касается именно тех людей, которым ты исповедовался, ну, не тех, конечно, но таких людей, да, которым ты доверял свое самое сокровенное, когда ты общался с Богом через них. А сейчас получается, что, ну, вот, видеть вот это вот мерзкое это нутро очень-очень неприятно. И я очень хочу, чтобы, вот, отец Алексею Минский, чтобы с ним все было хорошо, вот это действительно священник с большой буквы. Вот это вот тот человек, который, человек с большой буквы. Вот я очень горжусь, что среди священнослужителей есть и такие. Поэтому всех благ ему и тем, кто сопротивляется этому давлению. Я уверена, что добро все равно победит, и Бог всегда с нами. Даже без вот этих вот попов, да, всегда держите в сердце Бога. Вот это самое главное. Ну, извините, что я так лично это все воспринимаю, но это действительно очень больная тема. Поэтому, ну, поставьте лайк, дизлайк видео, как вы считаете нужным. Напишите в комментариях, что вы считаете по поводу моего разбора. Не перешла ли я ту самую черту, которую я бы не хотела переходить. Да, и всех вам благ. Очень хочу, чтобы быстрее победила все-таки Украина. Чтобы все было хорошо, чтобы наступил мир. И мы, наконец-то, забыли о войне и об этих вот ужасных новостях, ужасных вещах, которые происходят сейчас в мире. Да, желаю вам всего самого хорошего. Люблю вас всех очень сильно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok